Всем огромнейший привет! Меня зовут Ольга, я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодняшнее видео это третья заключительная часть про мою американскую посылку. Речь в этом видео пойдет о тональной основе от Too Faced. Называется она Born This Way. Вот так она выглядит. Вот в такой коробочке она была. Расскажу небольшую предысторию. Я изначально не планировала покупать тональную основу, но когда я смотрела отзывы американских блогеров о косметике Too Faced, я увидела очень много, просто огромное количество положительных отзывов на вот эту вот новинку. Это новая тональная основа. На вот эту новинку огромное количество положительных отзывов американских блогеров. Все ее хвалили, все ее расхваливали и я загорелась тоже ее попробовать. На официальном сайте стоила эта основа 39 долларов. Мне показалось это немножко дорого в связи с нынешним курсом. Поэтому я полезла на ebay и нашла там тональную основу за, по-моему, 25 долларов. Она мне обошлась с доставкой. Я долго не могла определиться с цветом, потому что там представлено, по-моему, около 10 разных оттенков от самого светлого до самого темного. И на ebay далеко не все они были в наличии. И для того, чтобы угадать по максимуму с цветом, я решила заказать два оттенка. Один, как мне казалось, светлый, а другой темный. И поэтому я заказала две тональные основы с сайта ebay. Одна тональная основа пришла мне в коробочке с крышечкой все как надо, а вторая тональная основа пришла мне... Точнее, вторая пришла в коробочке, но без крышечки. Итак, какие же оттенки я заказала? Я заказала оттенок карамель и я заказала оттенок нюд. Но, конечно же, как и во многих случаях, при выборе средств тональных, да и не только тональных, просто декоративной косметики через интернет, либо по каталогу, очень часто бывает так, что цвет не совпадает с ожидаемым или мы неправильно подбираем оттенок. Так же получилось и в моем случае. Тот цвет, который я планировала использовать как светлый, он сейчас даже для меня оказался немного темноват. Это цвет нюд. А второй цвет, который я думала, что я буду с ним мешать, тот светлый оттенок карамель, он оказался ну просто настолько темным. Я такие оттенки в российской косметике не встречала, но на то Америка она и Америка. Итак, вот эти два оттенка. Посмотрите, насколько темный вот этот вот карамель. И вот нюд, который, да, видно, что даже сейчас он мне темнее, темнее, чем моя рука, темнее, чем мое лицо. В общем, он темноват и подходит, наверное, для загорелой кожи или для более смуглых девушек. Смешивать эти два оттенка просто не представляется возможным, потому что если вот этот даже мне темноват, то смешивая, получается еще темнее тон. Это уже еще для более смуглых девушек. Тональная основа достаточно жидкая, вот светлая, темная, более плотная и более туго разносится. Светлая, она быстрее и легче разносится. Но наношу я это тональной основой не руками, наношу я либо спонжем, либо бьюти-блендером. И в итоге получилось, что ни одним, ни другим оттенком в полной мере я пользоваться в данный момент не могу. Но я активно тестировала, конечно, вот этот светлый оттенок, несмотря на то, что он не очень подходил мне по тону. Но я закрепляла более светлой пудрой, поэтому, в принципе, он не сильно темнит и темнил мое лицо. Об этой тональной основе я рассказываю в самую последнюю очередь, потому что у меня сложилось совершенно противоречивое мнение. Эта тональная основа, она заявлена как oil-free, основа для жирной комбинированной кожи. Значит, должна держаться, должна быть стойкой, потому что, как мы знаем, на жирной комбинированной коже очень быстро тональная основа имеет свойство плыть и давать жирный блеск. Что у меня получилось с данной тональной основой? У нее достаточно сильное покрытие, она перекрывает недостатки, перекрывает покраснение и выравнивает тон кожи. И после нанесения, в принципе, в первое время выглядит она неплохо. Но такого эффекта вау, который я видела в видео на YouTube у американских блогеров, у меня не случилось. Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Возможно, это потому, что не совсем подобран верно оттенок и он не совсем подходит под тон моей кожи. Далее, тональная основа оказалась абсолютно нестойкой. И спустя 4-5 часов я просто ее частями не находила на лице. То есть в зоне, в Т-зоне ее уже абсолютно не было, несмотря на то, что я закрепляла ее пудрой и поправляла в течение дня пудрой. Тем не менее, она полностью исчезла с Т-зоны. Мне это абсолютно не понравилось, потому что 4-5 часов это, в принципе, очень мало времени. Если вы делаете макияж в 6-7 утра, то получается к 11-12 часам дня, в середине, в разгар рабочего дня у вас наполовину лицо без тональной основы и нужно поправлять макияж. Это не очень хорошо и меня это не устраивает. Прошло 5 часов после того, как я нанесла тональную основу от Too Faced. Посмотрела сейчас на лицо, вблизи и увидела следующее. Явный жирный блеск не виден, не проявился как таковой, но желание насмочить некоторые участки матирующей салфеткой есть. Первое, второе, на Т-зоне тональная основа провалилась в поры и сползла. То есть на носу я ее уже не вижу, на подбородке не вижу, на лбу и на щеках в поры. Вот уже и нос изменился, вот здесь вот видно, цвет поменял. И вот здесь поры стали видны, потому что она туда прям провалилась. Ну, вот на носу я точно не вижу тональную основу вообще. И по цвету, если вблизи вот так смотреть, видно, что вот эта вот часть носа, она отличается по цвету от другого лица. Но то, что нет на ней тональной основы. Стали более видны вот эти вот, то, что я маскировала мои проблемные места. Ой, простите, камера убегает от меня. Ну, вот эти стали более заметны. То есть частично основа сползла с лица. Ой, назад. Вот, это такой вот тест-драйв. Первый сейчас я припудрюсь и побегу дальше по своим делам, потому что, конечно, с таким лицом не очень комфортно бегать по улице, светиться. Сейчас я поправлю макияж с помощью салфеток и пудры. И дальше. Вот такой-то тест-драйв. С этой основой я пыталась подружиться неоднократно. На протяжении нескольких недель с момента получения посылки я ее тестировала. Я пробовала наносить ее на базу. Я пробовала наносить ее без базы. На крем увлажняющий, без крема. На пудру. Закреплять одной пудрой, другой пудрой, третьей пудрой. В общем, по-разному я пробовала ее носить. Но почему-то эффект один и тот же. Она исчезает с лица и проваливается в поры. Конечно, этот эффект мне совершенно не нравится. И поставить этой тональной основе хорошую оценку я не могу. Поэтому девушке не все то золото, что блестит. И не вся та хорошая тональная основа, что хвалят блогеры. И что стоит дорого даже на американских сайтах. Возможно, она подойдет девушкам с сухой и нормальной кожей. Потому что она не сушит. Но она подчеркивает шелушение. В общем, в связи с полученным эффектом, я не могу рекомендовать данную тональную основу. И это случилось, что это мое разочарование. Что касается темной тональной основы, то я нашла ее применение. Использую в качестве контурирования лица. Наношу ее под скулы, на лоб. Затемняя некоторые участки. В принципе, мне нравится. Но у нее есть такое свойство, что при нанесении ее надо максимально быстро растушевать. Иначе, если она застывает, то получается пятно, с которым вы дальше ничего не сделаете. В принципе, приноровиться можно. И периодически я использую данный вариант. Но учитывая то, что для контурирования лица нужна маленькая-маленькая капелюшечка, а здесь аж целых 30 мл, я думаю, этого бутылька мне хватит на несколько лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое получилось заключительное видео о моей американской посылке. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Спасибо, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. Всех люблю, всех целую, всем пока!